так ну что художники не только продают картины еще и покупают я наконец-то забираю акварель ну и к сожалению еще письмо из налоговой кому интересно как выглядит машина художника завтрак одновременно используемой как палитра и значит вот всякие прибамбасы пирожок с вишней был так это мой скетч-бук для инктоберов боже мой не первый год он у меня ну правда не только инктобер но в основном это текущий для союза пленаристов в общем такой вот бардак только сейчас рисовала закончила и побежала забрать картина сейчас думаю я достану тут акварель не хочется харитонов да харитонов уму алексей точно и у меня это не первая работа которая куплена ну что поделаешь ты когда смотришь как работают другие люди хочешь купить их работы и конечно же наше почтовое отделение красивое дерево у нас тут конечно же очень хочется такие работы очень именитых мастеров но не хватает денег нужно свои лучше продавать чтобы покупать чужие это просто беда какая-то я когда-нибудь начну накапливать деньги и терпение сейчас посмотрим если акварель хорошо из него выползает то можно в багет прямо с этим конвертом и направится она выползает хорошо боженьки мои все-таки как хорошо быть акварелистом посмотрите конечно пастелисты себе вот так упаковать не могут позволить прекрасно доехала боже мой красота неописуемая вот прям как я собака когда гуляю спасибо большое алексею он кстати показал мне видео он рисовал вот такой вот кисточкой для волос я честно говоря в шоке я вообще не прямо как акварелисты рисуют а уж кисточками для волосы подавно просто замечательно да и упаковочка мне это еще пригодится для похода в багет очку замечательно вот прямо родные пейзажи у меня тут собаки бегают шубуршат не знаю слышно момент но это не все сейчас еще кое-что покажу как говорится чтобы два раза не вставать пряник нет акварели я купила во вконтакте смотрите какая красота это просто бомба вообще даже думала нечего там будет распаковывать но вот так вот мне прислали книги но я надеюсь там книги потому что если уж так упаковали вряд ли там будут будет не то что я ожидаю вот возвращаясь к акварели во вконтакте алексей провел распродажу он как бы сказал написал что он обычно вот такие вот работы и тюдики используют второй раз качестве черновичков вот ну ему кто-то посоветовал мультипа не надо так делать давай-ка продавай их и он назначил какие-то символические такие стоимости вот я думаю он отлично как раз мне так нравится и прямо еле успела по конечно ну я не знаю там еще что у него осталось или нет но размели прям конкретно вот я прямо только успела купить он написал что уже еще раз это заказать так что у нас тут ботанические открытки боже мой они такие винтажные какие-то прямо как будто бы 86 год класс ой большое спасибо кто это не прислал маргарита маргарита большое спасибо боже мой какая прелесть так приходим главное чтобы хватило у меня заряда телефона тут не было весь день о боже боже в общем ботанические иллюстрации я потом сниму поподробнее офигеть буду наслаждаться буду рисовать ну в основном конечно это для подарков и для эстетики книжечки все винтажные тоже ну как винтажные сейчас уже до книги 20 лет уже на винтажное все просто бомба прям каталог так как мне нравится ботаническая иллюстрация сама я не особо рисую вот решила взять для того чтобы всегда перед глазами было чтобы можно было смотреть вдохновляться ну это просто супер это про ну вот так вот все новости на сегодня а ну и наверное проект обер и вот что у меня было сегодня на художественном поприще это конечно громко сказано но тем не менее я участвую в октябре пленарном и там главное задание главное условие точнее это с натуры рисовать темы разные интересные некоторые прям даже слишком интересные сегодня было знаки вчера арка вот все собственно мне осталось только соединить это видео в одном и надеюсь что дальше я продолжу делать вот такие короткие заметочки о том как прошел мой художественный день возможно сегодня я еще пришло немножечко не знаю вот но судя по тому сколько уже времени у меня не хватит времени на что все всем пока надеюсь до завтра или до ближайших каких-то встреч совсем забыла сразу же как как принято прошу прощения за то что будет плохой звук я пользуюсь просто телефоном у меня есть микрофон вот но в принципе меня звук телефона устраивает если не устраивает вас то значит скажите мне это в комментариях все всем спасибо всем пока вот ну послушаю что получилось если плохой звук то есть у меня микрофон прям такой хороший буду значит его подключать все всем пока попрощаюсь с вами по акварелистски